Так, здорово пацаны, сегодня не про монтаж, сегодня хочу рассказать про мобильную съемку, не знаю будет ли тебе это интересно, но тем не менее я сниму, потому что недавно я ездил, появилась небольшая халтурка, 200 километров от города, я проехал почти 3 часа на машине, половина из этой дороги была гравийная трасса, сложность еще в том, что у нас уже выпал снег, ехал я долго, иногда останавливался, делал какие-то подсъемы, камеру доставать было долго, и я делал все подсъемы на телефон, на этот и на вот этот. Сейчас расскажу вообще для чего такая прелюдия, пока я ехал, я порассуждал, подумал, что было бы неплохо снять видео про мобильную съемку, короче снять видео про мобильную съемку и о том, что иногда можно все-таки снимать не на свою камеру, а иногда делать какие-то подсъемы и мачить со своей основной камерой съемки с телефона. Так вот, сегодня хотел рассказать про основные моменты, как снимать на телефон, что для этого использовать, какие приложения. В общем, сегодня расскажу, чем руководствоваться при съемке на мобильный телефон, какими пользоваться приложениями, покажу несколько переходов простых при помощи телефона, движений, камеры и потом, как все это дома у себя склеить на монтаже. В общем, видео про съемку на мобильный телефон. Поехали. Блядь, так сильно ударил, что, по-моему, трещина появилась из-за этого именно. Итак, все буду рассказывать и показывать на телефоне iPhone 8 Plus. Это у меня рабочий мой телефон, он, как видишь, без чехла и он весь такой уже пожуханный, потрепанный. Я его с собой беру на съемки, также использую при полете на дроне, вставляю его вместо фирмового экрана. На семерку немного маловато, а на этот самый раз. Он у меня уже падал, тут по-всякому разбивался, но мне на самом деле пофиг, как он выглядит в работе. Это не мешает. У него неплохая камера для своего времени и он больше, чем семерка. А звоню я и болтаю в WhatsApp на свой основной телефон. Это вот эта семерочка. Итак, 8 Plus у нас на задней панели размещены два модуля по 12 мегапикселей. Первый отличается фокусным расстоянием 28 мм и светосилой 1,8. Также есть система оптической стабилизации. А второй объектив, он дополнен телеобъективом 56 мм фокусное расстояние и апертура у него уже не 1,8, а 2,8. К чему я это говорю? К тому, что 28 мм это довольно широкий угол. И основная проблема съемки вообще на мобильный телефон в целом это в том, что ты все снимаешь на широкий угол. А как известно, портреты на широкий угол у нас получаются так себе и это совсем не портретное фокусное расстояние. Поэтому первое правило, которое ты должен усвоить, не снимай на широкий угол вблизи. Вот так снимать не надо людей. Так что на всякий случай глянь в интернете, какое фокусное расстояние у камеры на твоем мобильном телефоне и потом начинай снимать. На самом деле сейчас уже все современные телефоны идут с двумя и более камерами. И андроиды в том числе, там X1, X2, X3. Это в основном получается идет широкий угол, средний портретный и какой-нибудь телевик. Как на айфоне, да, например, сейчас с 12 или с 10, даже, честно, я что-то за этим не слежу. Дальше основная проблема и, пожалуй, самая главная проблема съемки на мобильный телефон. Это то, что мы не можем контролировать самое важное значение, которое делает нашу картинку такой привлекательной. Это то, что мы не можем контролировать экспозицию и основные настройки в камере телефона в стандартном приложении. Вообще, залог красивого кадра – это грамотно проэкспонированный кадр. Соответственно, чтобы снимать красиво, нужны какие-то сторонние приложения и ручной режим съемки. Я использую очень популярное приложение, которое называется ProMovie. У меня это платная купленная версия, но многим подойдет и демо-версия бесплатная. Основные настройки можно делать в демо-версии. Я давно покупил, даже не помню, по какой цене. Для меня очень важно, что я могу контролировать экспозицию буквально одним тапом по светлым или темным участкам кадра, в зависимости от того, по чему надо экспонироваться. Дальше жмешь «заблокировать» и готово. Следующее, что можно сделать в этом приложении – это выбрать формат видео. 8+, это у нас 4К до 60 фпс и 1080 до 240. Довольно серьезное слоумо. И это на самом деле очень удобно для контроля рапида в кадре, подстройки, под ситуацию, когда тебе нужно снимать слоумо, когда нам не нужно снимать слоумо. При выборе фпс для видео избегает таких значений, как 24, 30, 60 и 120. Также можно выбрать соотношения сторон. Нам в данном случае понадобится 16 на 9, но также можно выбрать и 4 на 3. Если ты вдруг снимаешь квадратом. Еще есть прикольное в приложении – это контроль ISO, баланса белого, добавление вспомогательных элементов на экран, сетка, центральный марк, линии каше. Вообще ты получаешь все профессиональные настройки, что и у тебя в основной камере. И на мой взгляд это обалденно. А если ты начинаешь пользоваться профессиональными настройками в камере, то это означает, что ты уже практически профессионал. Пожалуй, еще один очень важный основной момент, который можно сделать в приложении – это убрать электронную стабилизацию в айфоне. Уже во всех современных телефонах есть электронная стабилизация. Это здорово мешает, ухудшает качество картинки. Это как минимум уберет кроп в полтора раза. Как максимум это просто по качеству улучшит твою картинку. Поэтому если у тебя какие-то статичные кадры, или ты держишь крепко телефон в руках, или ты используешь электронные стабилизаторы. Кстати, сегодня мне будет помогать электронный стабилизатор от компании Sirui. Это, короче, та, что делает аноморфные объективы за недорого. Электронный стаб мне прислали в Cremlin Store. Сегодня он мне, короче, будет помогать в нашей съемке. Так вот, если ты используешь всякие вот такие дополнительные девайсы, или просто снимаешь статичный кадр со штатива или с рук, то всегда отключай электронную стабилизацию. Это повысит качество твоей картинки. Например, если я снимаю на GH5, в котором самая лютая на сегодняшний день электронная стабилизация, я всегда отключаю стабилизацию полностью, если я снимаю со штатива, если я снимаю с гимбла, если я снимаю со стадикама и прочих таких вещей. Стабилизацию я всегда отключаю. Поэтому в телефоне стабилизацию тоже нужно отключать. Это делается одним тапом в приложении ProMovie. Про стабилизацию мы еще поговорим. А пока третье правило, которое тебе нужно знать. Учитывай освещение, при котором ты снимаешь на мобильный телефон. Потому что физический размер матрицы гораздо меньше, чем в нашей основной камере. Соответственно, света она получает меньше. Соответственно, качество видео в тусклом освещении, при меньшем освещении, будет значительно хуже. Смотря на то, что апертура айфона, как пишут, 1.8, как в каких-нибудь, например, топовых 13-х айфонах, которые сейчас вышли, апертура, наверное, вообще 1.2. Поэтому ошибка не обольщайся. И чтобы избежать ненужных дефектов, шума в кадре не снимай в кромешной тьме. Пользуйся освещением или снимай в режимное время. Это час перед восходом, час после восхода. И час перед закатом, час после заката. Убегая из ситуации, когда в камеру прямо направлен яркий свет, это как раз таки вот то, что я говорю, когда солнце прямо горизонтом и в контроле освещения. То есть тебе нужно в таком случае сдвинуть человека, либо себя немного боком к солнцу, а не чтобы оно было позади тебя. Потому что динамический диапазон телефона остается желать лучшего. И он просто не вывезет такого яркого источника света. В любом случае камера будет пытаться подстроиться под освещение. И для этого тебе нужно будет контролировать экспозицию. Обязательно блокируй экспозицию, чтобы при повороте телефоном тебя она не менялась. Потому что это выглядит довольно стрёмно и непрофессионально. Следующее, четвертое правило, или какое там уже третье. Не используй цифровой зум. Нет ничего хуже цифрового зума. Если у тебя в 2021 году на сегодняшний день, как у меня, всего лишь одна камера в телефоне, и ты вдруг решаешь приблизить объект, не вздумай этого делать. Подойди к нему ногами. Короче, не используй цифровой зум, пожалуйста. Потому что цифровой зум ничем не отличается от простого масштабирования картинки, при котором у тебя появятся шумы и полезут лишние пиксели. Короче, лавируй. На крайняк, если тебе уже нужно зазумиться, сними в 4К. Это позволяет сделать приложение ProMovie. И на постпродакшене уже просто заскейли его в два раза, увеличь. Это будет гораздо лучше, если ты будешь использовать цифровой зум в телефоне. Поэтому не зум, просто подойди ногами. Дальше, когда ты разобрался с настройками видео в телефоне, где должно быть освещение, где должен быть источник света, какое должно быть освещение, знаешь основные приемы кадрирования, тебе рано или поздно придется столкнуться с вопросами стабилизации. Сейчас во всех современных смартфонах есть встроенная стабилизация, но поверь, это не всегда нужно. Это удобно, когда ты снимаешь с рук, делаешь панораму или еще какое-то микродвижение. Но твои руки вряд ли смогут без должной тренировки сделать качественный наезд, параномирование или проезд. В любом случае, надо все-таки помнить, что если ты все-таки решил так сделать, то телефон и руки должны находиться в одной плоскости и избегать соблазна вращать его по-всякому. Пожалуй, самое сложное в этом вопросе, это держать горизонт. Из-за того, что телефон маленький, тебе неудобно, и тебя постоянно кренит горизонт. И в этом вопросе как раз-таки нам на помощь вступают стабилизаторы для телефонов. Их куча всяких разных всевозможных. Сейчас на рынке стабилизаторов для смартфонов, на рынке стабилизаторов для камер-то их дофига, для смартфонов их еще больше. И в чем же отличие этого стаба от привычных нам всяких разных жильюнов, ронинов и прочих? Это в том, что у этого стаба две оси контролируются, а у этого стаба три оси. Соответственно, у этого название трехосевой стабилизатор, а у этого двухосевой стабилизатор. Основная цель этого стабилизатора Зафиксировать тебе горизонт И если ты делаешь какие-то движения Чтобы горизонт у тебя не валился Еще одно более важное отличие Это то, что большинство таких стабилизаторов Не надо калибровать Ты просто вставляешь телефон в крепеж Вставляешь его в стабилизатор И, короче, погнал снимать Стабилизаторы нужно калибровать обязательно На самом деле вес маленький Я вообще с этим бы здесь не стал запариваться По крайней мере с этим стабом у меня не было никаких проблем Он все время выравнивал горизонт Без какой-либо калибровки Но там и в инструкции пишут, что не надо ничего калибровать Перед тем, как начать снимать на такой стабилизатор На мобильный стабилизатор Обязательно посмотри в характеристиках Какой вес он будет телефона вывозить В данном случае этот стаб вывозит 240 грамм А iPhone 8 Plus весит 200 грамм Соответственно, 40 грамм еще запаса есть Поэтому он спокойно вывезет восьмерку И семерка, которая легче грамм на 40 точно Дальше, когда ты уже мастерски кадрируешь Ориентируешься в свете, цвете Умеешь грамотно подобрать частоту кадров Определить переэкспонированный кадр по гистограмме А также ловко вставляешь телефон в стабилизатор Ты уже конкретный профессионал Кинодел Так вот, у операторов есть 6 базовых движений камеры И они обычно делятся на 2 типа Первый тип, который ощущается как механическое движение камеры И второй тип, который ощущается как естественное движение человеческого тела Движение, которое называется доли Первое движение, возможно, ты слышал такое название Доли зум Это движение вперед или назад Фраза доли in означает перемещение к объекту съемки вместе с камерой В то время как доли out означает перемещение от объекта съемки с камерой без зуммирования Второе движение, движение пьедестал Также это тип движения, часто называют бум, джим или крэн Это перемещение камеры вверх или вниз без изменения вертикальной или горизонтальной оси При таком движении камера не наклоняется, а перемещается целиком вверх или вниз, как на лифте Часто для этого используют специальные операторские экраны Третье движение, это трак Оно очень похоже на доли, но только это движение не вперед или назад, а влево или вправо Тракинг влево означает переместить камеру физически влево, сохраняя ее горизонтальную ось с перпендикулярной оси перемещения Обычно тракинг мы можем видеть, когда мы снимаем, например, пешехода, который идет по улице И мы двигаемся вместе с ним, вот таким образом Вправо или влево Следующие три движения, это пан, тилт и ролл Вот такие на самом деле вещи нужно знать обязательно Пан происходит от слова панорамирование Это означает перемещение объектива камеры в ту или иную сторону, когда камера находится в одном месте Тилт, что означает наклон, это перемещение камеры вверх или вниз И при этом ориентация вдоль горизонтальной оси остается неизменной Последнее движение, это ролл Очень редкое движение, которое используется для специфических целей В переводе это крен, это если мы наклоняем камеру, то есть заваливаем горизонт Не всегда это нужно, но иногда это смотрится прикольно Поэтому на самом деле я хотел еще рассказать про типы бесшовных переходов, которые можно делать при помощи вот этих движений камеры, которые я сказала выше Но видео уже подзатянулось Скорее всего кто-то уже давно ушел на перекур или уже вообще выключил этот видос А на этом пожалуй все, дай знать если понравилось, заходи на Kremlin, ссылка в описании Посмотри там всякие штуки для видео, микрофоны, петлички, объективы, стабилизаторы, звук, свет, все что угодно там есть Все ссылки в описании А на сегодня все, хороших телекадров, быстрого монтажа, как всегда Больше снимай, больше монтируй Пока Субтитры сделал DimaTorzok